Здравствуйте! В эфире «Город С» и Татьяна Дмитриева. О том, как поднять престиж рабочих профессий и в каких конкурсах профмастерства принимает участие молодые специалисты, будем говорить сегодня. В нашей студии временно исполняющий обязанности замминистра труда, занятости и иммиграционной политики Самарской области Александр Дорофеев и повар-кондитер Ольга Потапенкова. Ваши вопросы и мнения на тему востребованности рабочих специальностей озвучивайте по телефону 202 11 22, звоните. Здравствуйте, Ольга Александр Олегович. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, что же это за международное движение, которое направлено на формирование мировых профессиональных стандартов рабочих специальностей? Неужели эта тема рабочих специальностей актуальна во всем мире? Мне всегда казалось, что только у нас вот такая проблема. Или нет? Ну, тема очень актуальна. И у нас в стране на сегодняшний день проблема в рабочих кадрах, она усиливается, усиливается каждым годом. И вот это вот международное движение, если чуть-чуть коснуться истории, оно возникло в 50-м году прошлого века в Европе и постепенно-постепенно стало разрастаться. На сегодняшний день это мировое движение, объединяя 72 страны в мире, наиболее активно развивающиеся страны. И Россия вступила в это движение в 2012 году. И, то есть, мы не так давно в этом общем движении мировом, но, по сути, это вот, как правильно сказали, чемпионат мировых профессий, чемпионат рабочих профессий. Да. И многие называют его Олимпиада. Олимпиада рабочих профессий. Потому что система, которая проводит вот этот турнир, он каждые два года, как Олимпиада, проводится чемпионат мира каждые два года. Вот в этом году был чемпионат мира в Сан-Паулу в Бразилии, в 2013 году был чемпионат мира в Германии, проходил. Наша команда впервые принимала участие в 2013 году. Естественно, в этом году также будет принимать участие уже в чемпионате мира. А Самарская область уже входит? Как-то вот она приобщилась к этому движению международного? Да. Вошла одна из первых, надо отметить, в это движение. И даже более того, мы создали, по сути, эту историю. Первый национальный чемпионат России прошел в Тольятти в 2013 году. Это был именно первый национальный чемпионат. К нам приехали представители более чем 40 регионов Российской Федерации. Там было огромное количество участников, около 400 человек со всей России. И вот этот турнир впервые прошел у нас. Конечно, вот это вот, скажем так, начало было положено на территорию нашей области. И это, конечно, большой на плюс. И сейчас, если говорить о проведении дальше национальных чемпионатов, был второй чемпионат в Казани в прошлом году. В этом году также будет третий чемпионат уже национальный, тоже будет проходить в Казани. Но система немножко меняется, если уж говорить про дальше чемпионат. В этом году Самарская область получила право, и, скажем так, губернатор поддержал эту идею, Николай Иванович Меркушкин, что мы проводим здесь полуфинал национального чемпионата. То есть к нам приезжают регионы со всего Приволжского федерального округа. Да, ну об этом мы поговорим. Подробнее, когда это будет, где. Вот вообще, Ольга, хотелось бы у вас узнать сначала, почему вы выбрали для себя профессию повара-кондитера? Потому что кажется, что сегодня молодежь смотрит действительно в другую сторону. Ну, мне очень нравится эта профессия с детства. Нравится готовить, нравится создавать, придумывать что-то свое. Это очень творческая профессия, мне нравится. А то, что вот у вас не было таких раздумий, что вот, в общем-то, это не престижная профессия. Никогда у вас нет такого, когда вас спрашивают, а кем вы работаете, девушка, вы говорите, я повар-кондитер. Никаких вот ощущений не возникает, что это что-то не то. Как-то вроде бы все уже тут. Поначалу, честно говоря, было такое. Да, поначалу, да. Но потом я начала гордиться этим. Действительно, да. Мне. Да, вот у вас уже какой-то есть стаж рабочий? Да, три года. Уже три года вы отработали? С первого курса, да. С первого курса. Вот мне очень интересно, как вы смогли принять участие в таком чемпионате, мировом чемпионате рабочих профессий? Как вы о нем узнали? Кто вам предложил это сделать? И не было ли какого-то такого страха, что вот подумаешь, я тут работаю, это совсем недолго, а уже поеду на чемпионат? Ну, мои учителя, они попросили, представили мою кандидатуру, и я согласилась, конечно же, готовилась к этому очень долго. То есть до этого конкурса я выиграла еще один в Самаре у нас. То есть я уже проверенный человек, и меня вот послали на этот конкурс. Вы там заняли какое-то место или были просто участницей? Я шестое место из двадцатки. Там 20 мест считается, то есть шестая по России. Вообще, конечно, в таких конкурсах, вообще в каждой профессии есть своя специфика. И, наверное, у каждой страны есть своя специфика в деле. Вот как все это интересно учитывается при проведении таких конкурсов? Как раз здесь и идет речь о том, почему это мировой чемпионат. Что многие профессии имеют свои стандарты. Стандарты мирового уровня. И если ты профессионал в своем деле, то, конечно, нужно стремиться к мировому стандарту. К лучшему мировому стандарту своей профессии. И этот чемпионат именно объединяет профессионалов со всего мира. В частности, допустим, если брать чемпионат России. Приезжают профессионалы со всех регионов. Это лучшие в своих регионах на национальный чемпионат. Так же, как, например, проходит чемпионат региональный, если брать чемпионат Самарской области. Идут представители лучшие от учебных заведений. Лучшие от предприятий. То есть это престиж учебного заведения. А вообще вот этот чемпионат направлен на что прежде всего? На популяризацию рабочих профессий? Или еще какие-то цели у него есть? Потому что чемпионаты провели, разъехались, посоревновались. А вот ради чего все это делается? Здесь две глобальные цели. Первая – это поднятие престижа рабочей профессии. Это, наверное, первая задача. Ну и вторая – это поднять уровень профессионального развития самих участников. Потому что суть этого чемпионата в том, что молодой человек участвует, а участники – это в возрасте от 18 до 22 лет. Это обязательное требование. То есть именно самые молодые, только-только или поступившие учиться, или уже выпускники. И с ними вместе участвуют эксперты. Это обычно те, кто мастера, кто ведут этого специалиста дальше во время учебы, на работе. И повышается уровень профессиональный и самого участника, и естественного эксперта. Он потом уже, когда обучает своих подопечных, дальше приходит в учебное заведение, он уже старается подать им новые навыки, которые он получил участвовать в этом чемпионате. Так же, как и молодой человек. Ольга, вы приобрели какие-то навыки? Или вы поняли, что вы специалист хороший, и, собственно, показали свое мастерство и все? Или чему-то все-таки научились? Научилась действовать в экстренные ситуации. Даже такие вот. Да. Научилась не отвлекаться на посторонние факторы. То есть когда там смотрели люди, ходили с камерами, или просто экскурсии, я научилась не отвлекаться на это. И, конечно, опыт. А в профессии, вот в вашей профессии, конкретно в мастерстве, что-то приобрели? Да, я посмотрела на других участников, кондитеров и поваров, техники, чистота. Много. А представители каких стран вам понравились в работе? Вот вы смотрели, как работают иностранцы. Вот из какой страны вас, может, и удивило даже, порадовало? Иностранцы. В наших специальностях их не было, но были в других специальностях, там, плиточная кладка, вроде бы из Австрии. Одна девушка очень красиво работала, очень красиво построила композицию. Да, понятно. А что делается еще, Александр Олегович, для того, чтобы действительно вот вошли рабочие специальности в нашу жизнь? Потому что мы с вами видим прекрасно, что сегодня происходит, что происходит сокращение массовое, что рынок перенасыщен экономистами, юристами, менеджерами, да? И что действительно вот объявлений куча, да? Вот требуется там плиточник, укладчик, там еще какие-то вот такие специальности. А люди туда не идут. Вот что делать с министерством? Да, правильно отметили, что сегодня, вот особенно последние несколько лет, на рынке труда складывается такая диспропорция. Когда переизбыток вот этих гуманитарных профессий, это вот как раз экономист, юрист, менеджер, и нехватка огромных рабочих рук. Именно тех, кто вот работает руками. Могу отметить даже по нашим, если данным брать, вакансии у нас в службе занятости около 30 тысяч на сегодняшний день. Рабочих специальностей? Нет, в целом. А, в целом. Но из них порядка 75% это вакансии рабочих. А стоят на учете, у нас как раз около 75% это вот служащие, которые не могут найти себе работу, потому что, ну, ее в принципе сейчас очень мало, переизбыток. И популяризация рабочих профессий вот одна из сегодня реалий, которая необходима, потому что многие предприятия, заводы, у них есть заказы, у них есть возможность и развивать свое направление производства, но не то людей. И даже происходит так, что вынуждены искать в других регионах специалистов. Они сюда приезжают, они их трудоустраивают, дают им жилье и так далее, потому что не могут своих найти. И вот для этого мы проводим разные конкурсы. Вот этот один из конкурсов, WorldSkills, он как раз направлен на то, чтобы молодежь увидела, в чем прелесть рабочей профессии. Суть еще этого конкурса в том, что чемпионат проходит абсолютно открыто. Он проходит на одной единой площадке. В этом году это будет проходить в Экспо-Волге. У нас в Самаре, могу сразу анонсировать. С 6 по 12 апреля в Экспо-Волге будет проходить региональный чемпионат и сразу полуфинал Приволжского федерального округа. Это большая открытая площадка, где молодые люди разных специальностей соревнуются. И каждый молодой человек просто ходит и смотрит, как его сверстники делают что-то. Здесь и повар-кулинар, и повар-кондитер, и токарь здесь стоит, и сварщик, и автомеханик. У нас также будет профессия тракторист-механизатор, который будет с тракторами работать рядом. То есть в этом году у нас будет представлено 15 компетенций, 15 профессий, которые разные-разнонаправленности. Это очень большой профориенциационный эффект дает именно. Потому что, ну что говорить, за последние годы утерянный вот этот вот интерес молодежи к рабочим профессиям. И раньше, если был еще институт наставничества, да, вот когда все это передавалось из рук в руки, вот именно в рабочих специальностях, когда вот нужно знать, увидеть, то сегодня вот он еще утерян. Вот. Еще немаловажный фактор для нас это и родители, привлечь к этой же деятельности. А родители тут? Вместе с детьми. Причем? Потому что у нас проводится работа, в Министерстве труда очень активно сейчас выходит, в том числе и в школы совместно с Министерством образования. А, заранее ориентироваться уже из школы, чтобы уже ориентироваться. Да, да. То есть это вообще возраст, который подходящий для этого, это 8-9 класс, когда молодой человек в принципе уже готов определить свое будущее. Да. Даже вот мы ходили, смотрели сварщиков, токарей, они загораются этой идеей, но приходят домой и рассказывают своим родителям, и родители говорят, да вот ты что. Да, как же у меня сын единственный будет еще вот топорем. Да, да, закончим сначала обязательно в ВУЗ, а потом посмотрим, куда ты пойдешь работать. И вот эту систему не то что ломать, а мы предлагаем возможности и показываем, что человек-профессионал в рабочей профессии, он может достигнуть не меньших высот, у него есть стабильная заработная плата, стабильная работа, и это достаточно такой долгосрочный эффект. То есть здесь тоже можно получить, ну, как бы это назвать, высокий профессиональный уровень и гордиться своей профессией. Это немаловажно. Вот немаловажно для молодежи еще, чтобы это было модно, вот как мы вот смотрим по последним тенденциям, модно фитнесом, там здоровое тело, красивое, да, и поток молодежи пошел. Сегодня вот есть такое, наверное, нет еще, что быть рабочим, представить рабочую специальность, это модно, да? Пока нет. Ну, да, конечно, там в кругу молодежь сказать, я работаю токарем. Да, вот это нужно еще переломить, наверное, показать. Актуально. Хотя сейчас все-таки надо отдать должное, тенденция идет к тому, что молодежь начинает задумываться о том, как они будут работать. Да, практичнее становятся. Становятся более практичными и понимают, что если они сейчас определяются в профессии, здесь же можно говорить о том, что ты пошел, допустим, работать токарем, ты увидел потом, что хочешь расти дальше. Ты также можешь поступить в институт, закончить, получить инженера и дальше развиваться в этой профессии. То есть перспективы, они есть всегда, то есть главное захотеть с чего-то начать. Да, 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 вот важная мысль. Это же не значит, что если ты выучился в техникуме, то это у тебя клеймо на всю жизнь, пожалуйста, после этого совершенства. Вот, Ольга, кстати, вы хотите дальше как-то вот, вы останетесь поваром-кондитером на всю жизнь или вы будете как-то искать себе применение в других? Высшее образование, да. А, вот. Конечно. Будете получать высшее образование. А у вас есть коронное блюдо, как у повара-кондитера какое-то, которое уже полюбили ваши друзья и родственники? Чизкейк. Шоколадный чизкейк. Значит, сразу видно мировой масштаб класса чемпионата. То есть у нас уже и кухня такая международная. Ну вот, еще все-таки хотелось бы узнать, как Самарская область о себе заявляет, какие специалисты, какие специальности у нас самые сильные. Ну, чтобы мы могли чем-то все-таки гордиться, да. Вот что у нас, какие представители, каких специальностей заявили себе вот такой с позитивной стороны. Да, могу сказать, что вот 15 компетенций у нас в этом году. Среди них плиточник-облицовщик, каменщик, холодильщик, штукатур, электрик, токарь, сварщик, парикмахер, повар-кулинар, модельер, автомеханик. Это вот те профессии, которые на сегодняшний день у нас актуальны. Могу еще обозначить, что в прошлом году, в 2014-м, когда проходил национальный чемпионат в Казани, от нас ездила достаточно большая делегация. Мы принимали участие в 16 компетенциях. Это мы были вторыми после Казани по участникам. Это достаточно большой плюс, опять же, нам. И у нас были два медалиста. Я могу их отметить. Это в номинации «Автомеханик» третье место мы взяли. И в компетенции «Тракторист-механизатор» второе место. Это все-таки, конечно, немножко позиционирует нашу область. Но «Автомеханика» это, понятно, связано с «Автовазом» во многом. И у нас был именно там парень, который в том числе уже работал с предприятиями с «Автовазом». И «Тракторист-механизатор» у нас сельское производство на сегодняшний день начинает развиваться. И вот это очень актуально сегодня. Да, вот эту тему, конечно, хотелось бы развить именно сельского хозяйства, потому что вот люди смотрят в эту сторону. Но есть такое, знаете, выражение, если вы хотите зарыть свои деньги, идите в сельское хозяйство, в этот бизнес. Вот в чем проблемы здесь все-таки возникают? Потому что вот, ну, хотелось бы, конечно. Проблема во многом в том, что молодежь уходит сегодня из села, приезжает в город, опять же, поступает в вузы. Хотя во многом сейчас создаются условия для того, чтобы молодежь оставалась на селе. Есть и дополнительные выплаты со стороны правительства Самарской области. И губернатор Самарской области Николай Иванович сегодня очень внимательно следит за развитием сельского хозяйства. Все-таки есть какие-то льготы, да, для молодежи? Есть огромные льготы и поддержка со стороны Министерства сельского хозяйства оказывается. То есть здесь все-таки стараемся удержать молодежь на селе. И вот говорит о том, что взрывать талант, ну, я не сказал бы так, потому что и на селе сейчас есть работа. Даже вот, еще раз повторюсь, трактористы, механизаторы, они очень активно себя проявили. И когда смотришь, как они работают, я приглашаю всех, кстати, прийти на наш чемпионат, еще раз, 6-12 апреля в экспо-Волгу. Увидите, как молодые ребята именно горят. Горят и глаза, они горят и руки, они хотят показать свое умение. Даже, казалось бы, в такой профессии, как тракторист-механизатор. Они и даже какие-то кульбиты показывают с трактором вместе, как, что можно им сделать. Поэтому я считаю, что много профессий очень достойных. Главное полюбить свою профессию, появиться, чтобы у тебя желание быть профессионалом в этой профессии. Ну, поэтому, на мой взгляд, сложно как-то оценить, кто лучше, менеджер, например, или сварщик. Как их сравнить? Та и та профессия нужна, но кто-то любит работать руками. Ну, например, если брать среднюю зарплату сварщика, на сегодняшний день она там равняется 50-60 тысячам. И вакансий много, то есть, пожалуйста. А если взять вакансию менеджера, средняя зарплата 15-20 тысяч рублей. И ты еще поищи такую работу, чтобы тебя взяли и не уволили там через месяц-два, потому что нерентабельно. Поэтому здесь сравнивать надо, смотреть. Ну, может быть, вот эта ситуация, которая сегодня складывается на рынке труда, как-то подтолкнет людей поменять даже вот, ну, не может он устроиться вот менеджером, как вы говорите. Есть ли возможности переучиться и начать работать по новой специальности? Вот что? Служба занятости, у нас центр занятости населения располагается во всех муниципалитетах Самарской области. И приглашаю всех приходить в службу занятости. Если человек желает поменять профессию, у нас есть такое направление, как профессиональное обучение. Мы переобучаем на ту профессию, которая актуальна на рынке труда на сегодняшний день, абсолютно бесплатно для безработных граждан. И поэтому, ну, могу отметить, что в 2014 году у нас по такой направлению мы переобучили около 3,5 тысяч человек. Они получили новую профессию и трудоустроились по тем актуальным вакансиям, которые существуют на рынке труда. Не скрою, что у нас есть люди, которые приходят после высшего образования, не найдя работу себе, приходят к нам, мы их переобучиваем на рабочей профессии, они идут работать. Ну, если брать даже процентное соотношение, около 30% таких людей. Это достаточно большое, весомое количество. Службы занятости всегда готовы оказать поддержку, то есть у нас есть и профессиональная ориентация. Если даже человек просто закончил там какое-то учебное заведение, но решил, что это не его, он также может прийти в службу занятости, ему окажут эту услугу, обратят внимание, пройдет он тест, ему покажут, что вот это все-таки вам больше подходит по вашему складу, по психологическому пониманию профессии. То есть эти услуги также присутствуют. Понятно. Ольга, а вы планируете еще принимать участие в конкурсах каких-то вот в этом же чемпионате рабочих профессий в следующий раз или нет, вот который вот будет с 6 по 12 апреля? К сожалению, нет, потому что я уже закончила свой техникум, и там уже готовят других ребят. Очень жалко, конечно, мне бы еще раз хотелось попробовать, но нет. А вас не привлекает вот помочь им, подсказать? Вы же прошли все это, допустим, какими-то секретами поделиться? Да, вот, например, буквально завтра я еду в техникум учить ребят темперировать шоколад, например, для конфет, да, ночью, как у меня в прошлом году. Скажите, пожалуйста, есть ли вот такие вакансии для информации зрителям, которые сегодня очень востребованы, ну, чтобы знать, понятно, что каждый человек будет вникать сам, но все-таки вот что у вас на слуху и наиболее актуально и востребовано сегодня из рабочих специальностей? Ну, рабочие специальности, еще раз повторюсь. Там у нас, насколько я знаю, есть и плотники, есть и сварщики, есть и токаря, то есть именно те рабочие профессии, которые нужны на предприятиях. И электрики есть. Поэтому у нас есть возможность у каждого человека, независимо от того, что он там безработный или сработает, он, если у него есть желание, он может прийти в службу занятости абсолютно бесплатно, посмотреть список вакансий, которые существуют, не вставая на учет как безработный. То есть здесь нет такой привязки к этому. Служба занятости, она для того и существует, чтобы в первую очередь помочь человеку найти работу, работу по его душе, там, если его не устраивают какие-то зарплатные ожидания, но также есть возможность прийти в службу занятости. Если уже он становится безработным, там включается комплекс дополнительных услуг, которые оказывают службы занятости. Вот, как я уже говорил, это и профориентация, это и профобучение, социальная адаптация, и даже мы оказываем помощь в организации собственного дела. То есть это достаточно большой спектр услуг, которые служба занятости оказывает. Поэтому мы готовы всем помогать. Я могу сказать, что у нас уровень трудоустройства, к нам приходящих, очень высок. И в 2014 году составил около 65%. То есть те, кто к нам пришел, они находят себе работу. В среднее время, скажем так, поиска работы, если человек, естественно, сам хочет найти работу. Они просто получают вот эти вот деньги. Да, не только социальные выплаты, порядка двух-трех месяцев. Вакансии в службе занятости обновляются ежедневно. Тем и отличаемся мы, что у нас работодатель по закону о занятости обязан предоставлять нам свои вакансии. И мы ежедневно получаем новые вакансии от предприятий, от организаций Амарской области. Поэтому и вакансии, они проверенные. К нам поступают вакансии от проверенных организаций, от тех, которые с нами заключили соглашение, имеются договора. Поэтому мы уже направляем человека на данную вакансию, и она однозначно существует. То есть нет такого, что вакансия висит там полгода-год, и человек приходит, а там даже предприятия такого нет. То есть на этом... Да, потому что меня всегда удивляла такая ситуация, двоякая, которая складывается. Очень много вакансий, да, и много безработных. Много вот на учете в центрах занятости стоит. И казалось бы, вот как? Как все это совместить? По статистике у нас сегодня 18 тысяч стоит на учете как безработные, и около 30 тысяч вакансий. Вот, даже вот почти в два раза больше. Да, у нас сегодня, даже несмотря на определенные кризисные явления, даже сегодня у нас вакансий больше, чем стоят на учете. Это очень хорошо. Да, вот поэтому, может быть, вот действительно вот эти кризисные явления подтолкнут людей переориентироваться. Потому что ну что делать, если вот так вот складываться? Да, может быть. Но мы, конечно, ориентируемся вот... В основном на молодежь? На молодежь, понятно, мы ориентируемся, я про конкурс говорить, да. Но в то же время у нас есть вакансии для более зрелого населения. То есть у нас даже сегодня есть такое направление, как обучение пенсионеров. То есть мы готовы переобучить пенсионеров, если они хотят продолжить свою деятельность. Тем более пенсионная реформа их в этом заинтересовывает сегодня, что чем дольше человек работает, тем... Все-таки очень много профессионалов в этом возрасте, которые готовы продолжить свою деятельность. Но многие, допустим, там не знают компьютер, еще до сих пор даже есть такие, которые готовы обучиться компьютерной грамотности. А есть люди, которые готовы там узнать новые бухгалтерские программы или еще что-то. Мы тоже проводим эти услуги и переобучаем. Еще одна проблема, которая связана с молодежью. И вот хотелось бы тоже ваше решение какое-то увидеть. Не берут молодежь на работу без стажа. Вот какой бы он ни был талантливый, да, вот он оканчивает свое учебное заведение, даже на рабочую специальность, пока у него нет таких навыков, его и не принимают на работу. Вот как с этим справиться? Какие-то рекомендации, может быть, дадите или работодателям и молодым людям, вот что делать? Потому что она известна. Приходит нет стажа, все, извините, мы вас не возьмем. Проблема, которая существует, она на самом деле так и есть. Хотя, на наш взгляд, вот вы уже говорили о том, что на сегодняшний день у нас утерян институт наставничества. И сегодня одна из задач Министерства труда – это воссоздать именно наставников, мастеров, которые брали бы к себе учениками и их воспитывали. Потому что, ну как, на самом деле, молодой человек пришел, он, естественно, без опыта. Как быть? У нас есть, конечно, программа организации первого рабочего места, когда службы занятости доплачивают предприятию за то, что у него человек проходит, ну, скажем так, свое первое рабочее место. Такая стажировка, и потом, может быть, он там останется. Да, потом он, может быть, остается. У нас есть такая возможность, мы это делаем, и она достаточно успешно реализовывается сегодня в Самарской области. Но, конечно, это не решение проблемы. Мы видим решение проблемы в том, что нужно поощрять таких наставников, мастеров, которые уже знают свое дело, и когда молодой человек не приходит, они его воспитывают и помогают влиться в рабочий коллектив. Это, ну, немаловажно. Мне кажется, это на любом рабочем месте, хоть там, опять же, сварщик, хоть там повар, кулинар, хоть токарь, он приходит, он в любом случае, он не знает многих вещей, практических вещей. Даже после окончания учебного заведения, он приходит, не зная некоторых там практических моментов. Сегодня очень популярна тема, опять же, сегодня начинает развиваться дуальное образование. Когда человек, обучаясь в учебном заведении, уже там около 40% времени проходит практику на предприятии. Вот это вот. Это, ну, немаловажный для нас фактор, когда человек уже практически понимает, как он будет работать и видеть эту профессию живьем. Олег Александрович, к нам пришел первый вопрос, наверное, же он и будет и последним, потому что время программы заканчивается. Где женщины могут научиться, выучиться на штамповщицу? Штамповщицы. Штамповщицы. Вот видите, рабочая специальность. Это хорошая рабочая специальность. Где вот обучить? Служба занятости обращается, пускай служба занятости, просто не знаю, откуда звонок, но по месту жительства обращаются служба занятости, и им найдут эту возможность, потому что мы сотрудничаем более чем с 40 образовательными организациями. Эта работа ведет служба занятости совместно с образовательной организацией, которая обучает по данной специальности. Понятно, да, вот хотелось бы узнать, конечно, но мало времени. Вот учатся все равно на рабочей специальности, но они, есть такое, что они потом не идут все-таки работать? Все-таки есть такое, да? Есть, есть, но здесь... И вот это еще очередная проблема, выучиться, но... Многие, обучаясь на рабочую специальность, хотят потом получить высшее образование. Вроде бы и хорошо, но... Да, есть, но там небольшой процент, я бы сказал, что 10-15 процентов, которые после получения рабочей специальности идут сразу в высшую. Да, одна из причин не работать. Ну что ж, спасибо большое за то, что пришли, рассказали о рабочих специальностях. Действительно, наверное, это наша перспектива в связи с тем, как складывается ситуация. Спасибо и вам за внимание, всего хорошего, до свидания. Спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»! Спасибо. Спасибо. Спасибо.